погода идеал но у нас блин мотыляет как будто я не знаю там 3-4 бальный шторм визуально незаметная зыбь который идет раскачивать нас сегодня хочу поговорить о сне почему моряк не высыпается по своему опыту сейчас расскажу об этих причинах в общем когда приходишь на контракт первая неделя у тебя все ок абсолютно все ок ты где-то не 7 10 можешь отлично спать потом начинается какая-то ерунда загоняешься по поводу того что блин еще работать и работать это вот одна из причин вторая причина просто можешь не так сильно уставать это кстати нормально для моряка не надо говорить что там ебошите все нет это не так просто от безделья от просмотра фильмов тут любит сериалечки посмотреть это прям очень сильно выбивает из колеи интернет сейчас на связь очень хорошая также мешает заснуть спокойно вот только его если обрубить все все будет вставать на свои места но у вас люди находят выход идут все в этот в тиви-рум смотрят конечно же телевизор включает куда фильмец также засиживаются допоздна в ожидании когда появится интернет наконец-то это как самый настоящий наркотик 21 века из него невозможно жить для многих моряков и потом каждый начинает и приходить спрашивать когда интернет когда это да когда интернет ну и конечно же не желая этого сам уже думаешь а когда же были натуре интернета будет надо же выйти на связь как без этого вот я нашел метод борьбы вот с этими симптомами до которые приходят это спорт который помогает немножко разгрузиться разгрузить мозг и отвлечь его от мыслей об интернете а вот это раз второе у меня уже года три может быть четыре абсолютно нет ноутбука у меня только телефон то есть представляете у вас ноутбук вы там смотрите фильмы на вахте у вас телефон вы сидите в интернете в общем вы постоянно в напряжении хотя вам кажется что вы как бы расслабляетесь за тем самым смотря получать удовольствие да какую-то информацию но пытается на самом деле нет вы устаете настолько чтобы просто после этого лежать и не иметь возможности уснуть вот в этом самый главный минус всех этих гаджетов вы устали да но вот это напряжение которое накопилось за весь день она вам не дает спокойно спать как будто организм требует еще 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 но ты не можешь это выдать все и получается бессонница понимаете если к этому еще добавляется какая-то проблема допустим дома мысли о доме вот тогда ситуация еще вдвойне усугубляется заканчиваются сигареты это еще одна проблема у некоторых заканчивается алкоголь который реально подсажены на него все абсолютно наркотическая личность которая находится на морском судне как они выделяются вы можете определить легко причем эта наркотическая личность может быть еще закодированная здесь сорвавшиеся и потом алкоголь и сигареты резко пропадают на какой-то промежуток времени эта личность становится абсолютно неадекватной и вы это сразу же увидите почти на каждом судне один-два человека таких будут как говорят в семье не без уродов вот поэтому плохо спящий человек это еще одна про это еще но малая проблема когда он еще срывается на своих если он еще руководит подчиненных да ладно если он как бы на палубе но это доставляет проблем своим коллегам ну и начальству в том числе он может с ними поругаться очень легко невзирая на то что офицер перед ним не офицер человек абсолютно становится неуправляем вот так вот по поводу борьбы до убрал гаджет один исключил из жизни книжки могут помогать в этом чтение заставить сложно себя когда-то на интернете это очень сложно в том числе мне но я стараюсь это делаю вот что-то прочитать анекдотами можно настроение поднять и да и вообще просто там с любимой девушкой созвониться пообщаться допустим с ребенком да это тоже очень сильно поднимает дофамин за счет этого вы можете хорошо уснуть то есть нужно сразу несколько факторов включать общение с любимым человеком второе включение все гаджетов чтение книжки спорт но на 4 уже насчитал вот ну и настроение себя как бы на позитив настраивать и не думать том что где то есть глобальная паутина которая вас вот прям манит знаю что сложно но нужно к этому привыкать иначе у вас контракт будет затягиваться вы будете заболевать чаще вам будут привязываться простудные заболевания какие-то другие физические недуги придут очень быстро и вы захотите домой потом начнутся начнется нытье я хочу домой когда заканчивается контракт как это обычно бывает и вот ходит человек ноет но это ноет блин может быть весь контракт две недели поработает нормально потом он будет просто вас доставать я знаю что многие с этим уже сталкивались в море давно ходит они считают если они ноют это передают своим коллегам и как-то им легче будет переживать этот контракт опять же говорю так это не работает его пошли быстрее на хрен в итоге он остается с этой проблемой один на один есть кадры которые подсаживаются на таблетки успокоительные это вообще очень опасная штука прям симптомы на его когда у нас был повар такой он прям шипел он реально шипел то есть ты приходишь утром на меня он не шипел как бы нормально мы с ним спортом занимались вечером но он почему-то не любил очень матросов не любил капитана просто вот приходишь и и там шипение такое недовольное опять пришли жрать он сидел на таблетках которые помогали ему уснуть естественно когда они заканчиваются это все это пиши пропала вот и последней капли было для него он сорвался все таки чуть не подрался с капитаном когда мы получили два или три мешка арбузов он сказал что я буду с этими арбузами делать ну что капитан украины сказал уже падаю короче доходил туда-сюда он сказал порежешь ничего страшного вы представляете да три мешка арбузов это конечно же тоже немало и все капитан приходит представляете меня пор чуть не побил я промолчал туда еще был вторым помощником этом в принципе все закончилось но весь контракт человек шипел был очень нервным и достаточно потенциально опасным для экипажа таких людей нужно списывать которые дают слабину которые психологические неустойчивые если допустим я бы был капитаном я без каких-либо разговоров просто отправлял домой просто в целях безопасности также был случай когда у нас кадет пришел в семнадцатом году с севастополя и потом боссом приехал новый был сначала филиппинец боссом потом приехал русский скорее всего этот понимаете кадет настолько с острым языком что он всегда подъебал короче боссмана там реально чуть до поножовщины не дошло я когда уезжал последний конфликт был я говорю капитану ну аккуратнее смотрите потому что ну или как-то разделять их работа чтобы они вместе не как ну вообще не соприкасались никак либо работу отдельно давали но опять же понимаете да что боссман должен руководить матросами а когда из них кто-то тебя еще жестко подкалывает вот поэтому конечно же он злится море человек с опытом кадет просто не понимает к чему такие случаи приводят был давненько уже наверное лет семь назад может уже восемь прошло также кадет конфликтовал с боссмана в итоге в трюме боссман ему полоснул канцелярским ножом по горлу и ушел из трюма вот ну и он выбрался потом на палубу соответственно от потери крови так скончался боссмана я так понял был то ли дагестанец то ли афганец такой у него осталось трое детей жена мне конечно же его скорее всего закрыли минимум наверное лет девять вот так вот заканчивается историю зависимых людей и людей которые не знают как себя вести на суде поэтому так вот самое главное это ваше воспитание и ваша стрессоустойчивость и устойчивость на влияние каких-то либо других факторов которые вызывают привязанность так что не будьте зависимыми будьте сильными ведь вы же моряки находите варианты борьбы и ваш контракт пройдет сто процентов искать на лайте даже не заметить как он пролетит главное пройти половину контракта там уже время уже идет работать на вас тогда легче самое сложное первая половина в общем как то так сегодня краткий разговор об этой теме прекрасную погоду всем пока